Аккуратно выведенные на школьной доске главой района слова, с которых начинается любой урок в школе, словно отчет времени. До начала нового учебного года остается меньше месяца, а значит пора подвести итоги проделанной работы. Одна из главных задач учреждения образования в этот период – подготовка школ к новому учебному году. Забегая вперед, отметим, создать благоприятные условия для обучения и роста учащихся сегодня способны все храмы знаний в городе и районе. В их числе школа в селе Новониколаевка, где руководитель муниципалитета Владимир Михет побывал вместе со своим заместителем Викторией Лопушенко и новым начальником управления образования Юрием Гринько. Оригинальный косметический ремонт в начальных классах – симпатичное школьное пространство. По словам директора школы Нины Савельевой, ремонт осуществлялся силами обслуживающего персонала и родителей. Была покраска некоторых классов, фасада, конечно, подсобных помещений и проложили немножко асфальт. Мы сходили вместе, совместно с управлением образования и администрацией района, советство на косметические ремонты, которые необходимо провести в детском саду, в актовом зале и в спортзале. Я думаю, что уже, как мне сказали, немножечко нашелся спонсор, который готов нам помочь. И вот мы поставим все окна, отремонтируем косметический ремонт, сделаем в детском саду. И, конечно, актовый зал, музей, и там есть классные комнаты. А так, в принципе, мы уже к всему готовы. В этом году в Новониколаевской СОЖ будут обучаться более ста учеников. Аппетитно грызть гранит науки школьники будут за новыми партами, подаренные губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным. Современная мебель регулируется по высоте и наклону столешницы. Проект по обеспечению первоклассников удобной школьной мебелью руководитель области инициировал в 2022 году. В этом году реализация проекта продолжается. Благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» школа пополнилась многофункциональной интерактивной панелью с сенсорным экраном. Это рабочая поверхность для записи и кинозал для показа видео и фотоматериалов, и браузер для выхода в интернет, и большой экран для демонстрации цифровых материалов урока. Приемка школ и осмотр их подготовленности к образовательному процессу не только способствует созданию благоприятных условий для обучения и роста учащихся, но и позволяет своевременно выявить проблемные моменты и принять меры по их устранению, чтобы обеспечить качественное образование для всех учащихся. В рамках проверки готовности учебных учреждений к новому учебному году посетили школу Вселенного Николаевка. Мы прошлись по учебным аудиториям, посмотрели готовность. Хочу сказать, что работа определенная проведена по подготовке здания и помещений к новому учебному году. Вот подошли сегодня к котельной, которая осуществляет отопление. Директором была озвучена сегодня некая проблема о состоянии вытяжной трубы на котельной. Сам лично посмотрел ее, вижу, что ресурс трубы исчерпан. Денежные средства для ремонта либо полной замены данной трубы в бюджете администрации есть. Исходя из реального состояния, будет проведен либо ремонт данной трубы, но это минимум, я думаю, месяц-два и как максимум на один сезон. Либо заменим трубу полностью. Отправилась комиссия в этот день и в школу номер 9. По свежевыкрашенной лестнице комиссия поднялась на второй этаж, где в одном из классов их встретил Максим, тренажер-манекен для обучения первой медицинской помощи. Этот год принесет немало изменений в школьную программу. В расписании уроков появится новый предмет вместо привычного ОБЖ-ОБЗР – основы безопасности и защиты Родины. Он будет включать в себя элементы начальной военной подготовки. Их школьники будут изучать и в стенах спортивного зала, который сейчас в школе номер 9 на стадии обновления. В этом году мы планируем 270 детей, чтобы было в классе. Первый класс 25, 11 класс планируем 15 человек, но пока вот только подали 9 человек заявление. Ну, может быть, еще в начале сентября первоклассник 25. Сделано было много. В первую очередь, большая работа была проведена по ремонту спортивного зала. Начали с кровли. И сейчас работы продолжатся. Будут заменяться окна, будут заменяться покрытия потолка, покрытия пола, штукатурка стен, покраска стен, замена дверей. То есть, ну, я, конечно, думаю, что объем работы большой, но будем стараться, чтобы успеть к началу учебного года. В ближайшее время в школе распахнет свои двери музей, который будет размещен в специально отведенном для этого месте. В планах у директора создать также аллею героев, посвященную защитникам нашей Родины. Касаемо самых ближайших планов, до начала отопительного сезона в котельной школы номер 9 будет заменено два котла. Это позволит поддерживать оптимальный температурный режим. Хочу сказать, что видно ту работу, которую провели преподаватели, директор, завуч по приведению школы и аудиторий в надлежащее состояние, которое будет соответствовать образовательному процессу. Отдельно хочу сказать, что заметны существенные извинения по спортивному залу, который находится на стадии ремонта и уже вступил в завершающий этап. Мы в ближайшее время покажем, что было и что стало после ремонта. Огромное спасибо директору Никитику Татьяне Ивановне за то, что она очень предметно относится к вопросам подготовки, выполнения работ в летний период. Ну и мы видим результат. Школа готова к образовательному процессу. Добавим на сегодняшний момент, приемку прошли все школы, а это значит, что учебные заведения города и района готовы встретить новый учебный год. Отметим, в 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье, а значит календарь дарит детям дополнительный день каникул. Торжественная линейка пройдет 2 сентября, затем тематический урок и далее занятия по расписанию.